И сейчас я хочу еще прочитать одно место. Оно обязательно, я думаю, что оно будет соприкасаться с тем, что я сейчас говорил. Это история из 4 книги Царств. Давайте мы вместе с вами откроем. Это 6 глава, 4 книга Царств, с 1 стиха. Несколько мыслей, которые я хочу всем нам дать. История повествует нам об одном человеке. Это был такой особенный человек, которого Бог избрал. Он был не из бедной семьи, имя ему Елисей. Он был в семье богатого фермера. У него было даже свое дело, было свое поле. Были также несколько пар валов, был плуг. И это был достаточно такой преуспевающий человек. Но однажды мимо его поля, мимо его дома, проходил Илия, человек Божий. И он бросил милоть в сторону Елисея. Этот знак означал, что Бог призывал Елисея следовать за Илией, следовать и служить Богу. И Елисей почувствовал это в своем сердце. Он почувствовал, что это была не просто брошенная милоть, но то, что Бог звал его. И этот человек, он не пошел на компромисс, как говорится, он не стал советоваться с плотью и кровью. Он сжег свой плуг и принес в жертву валов, которые у него были, и последовал за Илией. И долгие годы он шел за Илией, служил Илией, как мог. И Бог благословил этого человека. О нем было особое помазание. Помазание, которое он имел, оно было в два раза больше, чем имел Илия, человек, за которым он ходил. И вот история, одна из историй, которая произошла в жизни Елисея, то, как Бог действовал в его жизни, мы сейчас прочитаем. «И сказали сыны пророков Елисею, Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». И сказал Елисей, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал Елисей, «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он, и сказал, «Ах, господин мой, а он взят был на поддержание». И сказал человек Божий, «Где он упал?» Он указал ему место, и отрубил он кусок дерева, и бросил туда. И всплыл топор, и сказал он, «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Вот такая удивительная история. История, которая больше всего, наверное, напоминает нам какую-то сказку. Ну как такое может быть? Чтобы топор вдруг всплыл. Вы знаете, когда я нахожусь где-то на берегу озера, или на берегу речки, или на море, то мне всегда хочется почему-то взять камень и бросить. Нет у вас такого желания. Дети, они всегда, они даже, у них это как будто как в крови. Они раз подбегают, им хочется что-то бросить. Мне тоже. Но вы знаете что? Я бросал камни много раз. Но я ни разу не видел, чтобы камень вдруг, который я бросил, маленький камень, чтобы он всплыл. Может быть, вы видели такое? Нет, нет, конечно, если камень из пенопласта, то он и не утонет. Но если вы берете нормальный камень, природный, и бросаете его в воду, он никогда не всплывет. Он утонет. Более того, если вы захотите его найти, ну вот даже у нас Иртыш, а летом вы бросили камень, и вдруг вы захотите найти этот камень, вряд ли вы его найдете в мутной воде. Вряд ли. И для того, чтобы найти то, что вы потеряли в реке, для этого нужно Божье чудо. Мы читаем эту историю. Это были Божьи люди, пророки. И в то время Елисей, его служение заключалось в том, что он, ходя по израильской земле, он находил людей одарованных, которых Бог касался, которым давал свое слово, и он собирал их. И была такая при Елисеи некая школа пророков, где собирались пророки, они учились, они познавали Бога, они делились какими-то откровениями. И пришло такое время, когда мы здесь читаем, что место для жития этих пророков, сыновей пророков, сыны пророков, оно стало для них тесно. И это хорошо, когда нам становится тесно. Или нет, друзья? Когда тесно, это значит, это нас, значит, становится больше. Это значит, хорошие возможности открываются перед нами. Тесно, когда в доме, в семье много детей. Это хорошо же ведь? Становится тесно. И если вы со мной еще не согласны, подождите немножко. Дети начнут разлетаться, и вы поймете, лучше бы было тесно. Мы видим, здесь им стало тесно. И один из пророков, он говорит, давайте мы пойдем к Иордану, и мы построим себе дом попросторней. И у него определенный план, там возле реки, там растут деревья, и мы возьмем каждый, по одному бревну мы сделаем, и мы построим дом. И там будет наше место жительства. И Елисей говорит, конечно, идите, сделайте это. Что мне нравится в этой истории, эти пророки, эти люди, вот один из них, он уговаривает, он говорит, Елисей, пошли с нами. Он получил уже разрешение, он получил, идите, но он уговаривает его. Вот глядя вперед этой истории, просто представьте, если бы они так сказали, да, Елисей, как бы, ну, он уже старенький, пусть он здесь живет, мы пойдем туда, сами построим, у нас уже есть опыт, у нас есть, да. А, ну, что бы произошло, эта история была бы совсем другой, она была бы совсем по-другому, вы понимаете, да? И они уговаривают, и он говорит ему, он говорит, пошли с нами, Елисей. И Елисей говорит, хорошо, я пойду. И они пришли к Иордану и стали рубить деревья. И вот один человек, он, когда валил деревья, валил дерево, то так получилось, это было возле реки, обычно деревья, так там возле реки, я был на Иордане, я видел такая мутная вода, грязная вода, и вдоль реки такие деревья, обычно ивы там, ну, и достаточно толстые другие деревья. И он рубил дерево, и топор слетел с топорища. Я не знаю, вы когда-нибудь такое, ну, кто топор в руках, надо мне, наверное, кто знает, что такое топор? Так, отлично. Кто хоть раз топор в руках держал? Кто хоть раз рубил топором? А у кого топорище слетало? Уже поменьше вижу. Ольга, ты тоже, да? Топором рубила дрова? Топорище? Я бы вот хотел посмотреть, как ты это делаешь. Так, братья, давайте, может, посмотрим, как Ольга. Топорище, вот эта вот железная насадка, которая, топор, эта железная насадка, которая надевалась на топорище, на деревянную рукоятку, вдруг вылетела, слетела с топорища, и оно упало в воду. Вы знаете, вот, похоже, что-то бывает и в нашей жизни. Я увидел это. Мы что-то строим, у нас есть хорошие планы. В мыслях что-то. Все. Божье благословение. Да, даже благословили нас. Мы смотрим, и Божий человек с нами, Божья рука с нами, мы это чувствуем, мы это переживаем, мы идем. Мы начинаем строить, и вдруг что-то идет не так, как мы запланировали. Раз, и топор утонул. И ты находишься в таком состоянии, что ты не можешь дальше строить, просто не можешь, потому что, ну как без топора срубить дерево? Как? Так, одна картина, а еще вторая. Этот человек, этот сын пророка, он утопил топор, не свой, а чужой, который он взял, здесь написано, поддержание. Божье. Знаете это что такое? Вадим, дай подержать мне телефон. Подержать. Подержание, это не на день, не на два, не на год. Это не аренда. Подержание, это я уговорил его, пожалуйста, дай мне чуть-чуть подержать. Мне нужно свалить одно бревно. На некоторое время, вот, все, он уже говорит, подержал, хватит. А тут представьте, в это время, раз, и он утонул. Ах, я, ах, что делать, представляете? Я запланировал, а он утонул. А тут у тебя что? А тут все у тебя. Карточка, Сбербанк, здесь телефоны, здесь у него и где-то по работе что-то записано. Все. У кого проблемы? Но он еще не знает, представьте. Он не знает еще. А я уже знаю. Проблема. Подержание, это не... Возьми. Подержание, это не аренда, не долг. Это вот он уговорил, пожалуйста, дай, ну, мне срубить. И в то время топор, это не был как сейчас, никому не нужен. Кому нужен топор, кто-то скажет. Кому? Оля, тебе нужен сейчас топор? Она даже скажет. Мне уже не нужен топор. Никто не пользуется. Но в то время железный топор был в его вес или цена, ценился как золото. Это очень ценно было. И вот я взял, и он утонул. Все планы, как-то мои свернулись. Теперь головняк, где же мне взять теперь? Как мне этому человеку смотреть в глаза? Я упросил его. Я взял на себя ответственность. А теперь как мне быть? Такая большая сумма. И мы видим его здесь, он говорит, ах! Прямо, ну, может быть, так Библия не передала его чувства. Но вот это слово, ах, для меня действительно, оно значит очень много. Ах! Это как бы такое выражение беспомощности. Это выражение такое, все, что делать, почему? Потому что как теперь вернуть? Он понимал, невозможно. Он утонул. Он упал в этой мутной воде. Кто-нибудь попадал из вас в мутную воду? И иногда так говорят, вот он замутил. Мутил. Когда кто-то, или говорят, мутный какой-то человек, такой, вроде слушаешь его, а он мутный. Вот когда мы попадаем в такую мутную ситуацию, и мы не думаем, мы вроде бы делаем правильные вещи, мы строим Божье дело, мы устрояем дом, мы делаем как-то все правильно. С нами Божий человек. Нет, ведь честно нужно расширяться, но что-то произошло. И слава Богу, что они позвали с собой Елисея. Слава Богу, потому что если бы не позвали Елисея, все было бы иначе. Вы слышите? Мы всегда должны звать с собой Господа. Когда мы куда-то идем, когда мы что-то строим, когда мы что-то планируем, Боже, пошли с нами. Вы знаете, я был как-то на Белоруссии, и мы приехали, были на одном собрании, мы жили там у мамы моего пастора, мы поехали там в одну белорусскую церковь на собрании, и вечером приехали поздно домой, и вдруг смотрю, там женщина сидит с каким-то мужчиной. А это была женщина, она была как сосуд, Божий пророк. И она сама приехала. Мы не ехали к ней, мы ее не звали, она сама приехала. И когда мы приехали, там уже шла молитва, то есть мы ждали, то есть мы зашли в Сенки, и так мы смотрим, там молятся. И там уже была молитва, и мы зашли, мы подождали, пока не закончат молиться, и мы зашли, и мы тоже начали молиться. И вы знаете, когда мы начали молиться, эта женщина, она так проговорила в мое сердце, она говорит, знаешь, когда ты будешь выходить и проповедовать мое слово, зови меня с собой. И я поймал себя на такой мысли. А ведь очень часто, когда я выходил проповедовать за кафедру, я не звал с собой Иисуса. Я уже так обычно, так, все, проповедь есть, конспект есть, так, все, вперед, вышел, раз. А он говорит, зови меня. Меня так это сильно коснулось, что Бог хочет, чтобы мы Его позвали с собой. Они говорят, Елисей, нам тесно. У нас есть в сердце построить что-то новое. Давай мы пойдем к Ордану, они знали, мы там построим. И Елисей говорит, пойдите. Он благословляет их, он не препятствует. А потом они говорят, слушай, сделай нам милость, пошли с нами. И он говорит, хорошо. Вы видите, так Бог действует. Он никогда не навязывается. Он никогда не будет там вламываться, он очень вежлив, он как джентльмен. Пойдите, пойду. Если позовете, пойду. Но мы упускаем эту вещь. Мы очень часто становимся настолько мудрыми, опытными, всезнающими. И мы перестаем его звать. А Бог говорит, позовите меня. И вот слава Богу, что они его позвали. Топор утонул. Что теперь делать? Что делать? И он обращается к человеку Божию, к Елисею, и говорит, вот я в такой ситуации, это не мой топор, я взял его просто подержать. Теперь я не знаю, что мне делать. И Елисей говорит ему, шестой стих, где он упал? Где он упал? Опять упал? Я прочитал это, я вспомнил эту фразу. Где он упал? Кто? Ну, Серега, где упал? Упал. Вы слышите такое, нет? Падение. Падение. Люди падают в мутную воду. Падают. Где он упал? Когда я прочитал это, я понял, я как бы в этом топоре увидел себя. Я говорю, Господи, так это ж я этот топор. Я топор. Так бывает с человеком. Он находится в чьих-то руках, в хороших, добрых, Божьих руках. Бог употребляет его. А потом с ним что-то происходит. И он слетает с топорища и тонет. в мутной воде. В мутной иорданской воде. Он тонет. И ситуация, казалось бы, безнадежная. И мы так смотрим на людей, которые упали, которые погрузились в эту мутную воду. И мы смотрим на них и говорим, Господь, а раньше, как ты употреблял их в деле Божьем? Они так умело могли рубить эти деревья. Ты брал их в свои руки. И ты так употреблял их. А потом мы смотрим. Одно топорище в руках. Ручка. Осталась ручка от топора. А самого топора нет. И что с ним? Он упал. И он там захлебывается. И мы смотрим очень часто. Нет надежды. Нет надежды. Но Елисей говорит, покажите мне, где он упал. О чем это? Это говорит о том, что есть надежда. Пока человек жив, есть надежда. Пока есть воздух в легких, есть надежда. Нужно только Богу показать, где он упал. Там, на той блатхате он упал. Там, Господь, он там упал. Там. Или там он, она зашла к этому мужчине, а он зашел к этой женщине. Там он упал. Там он увлекся зарабатыванием денег, Господи. И он перестал тебе служить. Все. В его голове только деньги. Он там упал. И очень много-много причин. И Елисей говорит, где он упал, покажите. Знаете, что очень странно и что очень удивительно? Что этот человек, Елисей, он обладал такой способностью, и даром, что ему не нужно было показывать место. Иногда он видел, иногда он знал, где и что происходит. Ниже вы можете прочитать историю о том, как царь сирийский хотел, он делал такие ловушки против израильтян, против царя израильского. Засады. Но у него ничего не получалось, потому что Бог все его планы, сирийского царя, открывал Елисею. Что так сирийский царь со своими военно-начальниками соберется и говорит, давайте, сейчас этот царь пойдет с той стороны, а мы там засаду сделаем. А Бог в это время Елисею открывал. Он говорит, Елисей, пойди скажи царю, чтобы он той дорогой не ходил. И сирийский царь не мог поймать Елисея, и он даже там говорит, собрал там своих этих сановников, начальников, и говорит, кто стучит царю израильскому? Кто? Кто крот? Кто стукач? А ему говорят, нет среди нас стукачей, но в народе Божьем, там у них, у евреев, у них есть Елисей, пророк, и то, что мы здесь в тайной комнате обсуждаем, планируем, Бог, видящий все тайное, открывает Елисею. Елисею в некоторых вещах не нужно было знать, он знал, но здесь он конкретно спрашивает, и он говорит, покажи, где упал топор, где? Это говорит о том, когда мы видим человека в падении, когда мы видим, что он тонет в этой мутной воде, нам нужно Богу показывать, нам нужно конкретно говорить, Господь, он там сейчас, ты знаешь, он там, у него нет надежды, он идет на дно, может быть, он уже там на дне. Знаете, такое бывает в жизни людей, как иона. Иона шел против воли Божьей. Мы читаем всю эту историю, если вы не читали, обязательно прочитайте. Он шел против воли Божьей. И жизнь настолько противила его, что он просто захотел умереть. Он принес своим поведением не только себе проблему, проблему с тем людям, которые были рядом с ним. И жизнь так противила его, ему, что он захотел умереть. Божий человек, знаешь, дорогой мой друг, если тебе противила твоя жизнь, я точно тебе могу сказать. Ты идешь против воли Божьей. Потому что, если ты идешь по воле Божьей, если ты делаешь то, что Бог говорит, ты будешь счастлив. Ты будешь испытывать радость вне зависимости от тех обстоятельств, которые вокруг тебя. Это что-то большее, это то, что стоит над всем остальным здесь. Ты будешь чувствовать Господа. Ты будешь испытывать Его радость и Его счастье. Но так бывает. И Иона, он просто говорит, плывет на корабле и говорит, знаете, выбросите меня. Из-за меня вас постигает вся эта участь. Вместо того, чтобы идти к Богу, он говорит, выбросите меня за борт. И они радостные такие взяли его и выбросили. Люди, они такие. Они готовы избавиться от нас. И многие матери, вы тоже можете сказать про это, вы проходили, когда ваш сын так сильно употреблял наркотики или творил такие вещи, что вы уже говорили, нет ни счастья, ни покоя, ни радости, уже бы умер бы. Люди такие. Когда мы не можем ничего сделать, мы готовы избавиться от проблемы, даже от той проблемы, которая была когда-то нам дорога, была родной, душой, родным человеком. Топорище осталось, а топор идет на дно. И Елисей говорит, где он упал. И этот человек, который взял на поддержание этот топор, он ему указывает место, вот-вот сюда, вот я замахнулся, он соскочил, и он показывает, вот-вот сюда. И теперь послушайте, что делает Елисей. Я возвращаю вас в первое к Оринфинам. То, что может совершить чудо, то, в чем есть Божья сила, то, где она скрывается, то, что может поднять железный топор со дна реки, то, что возвращает камни, которые мы бросаем в воду. Вы знаете, очень часто мы бросаем в воду то, о чем мы потом сожалеем. Вы знаете? Мы от чего-то избавляемся, а потом проходит время, и мы сожалеем, и мы понимаем, что мы избавились от того, что могло принести в мою жизнь пользу. Такое бывает, и мы сожалеем, но то, что я сейчас говорю вам в начале и сейчас, есть такая вещь, есть такая сила, которая скрывается, которая способна поднять со дна даже железный тяжелый топор. Посмотрите, «И сказал человек Божий 6 стих, где он упал, он указал ему место, и отрубил Елисей кусок дерева, и бросил туда, на то место, которое указал ему человек, у которого утонул топор, и бросил туда, и всплыл топор, что он сделал? Кусочек дерева, хватит, вторым чуть-чуть, шишки, для нас суслов, ее нету, слава Богу. Кусочек дерева, маленький, кусочек дерева, смог поднять топор. Братья, кто знает, сколько весит топор? Оля, сколько топор весит? Это не маленький, это не мясное, сестры, не мясо, вот мы там чик-чик-чик, топор, дерево, тяжелый, и вот этот кусочек дерева, смог поднять со дна топор. Слово о деревянном кресте имеет силу Божью ко спасению. Слово о кресте для погибающих ее роста, но для нас спасаемых сила Божья. Покажи, где он, где он упал, где он утонул. Он говорит, вон там. Все? Всплыл. Всплыл. Аллилуйя! Вы понимаете, о чем я? Как? Вода начала бурлеть, такое, как я представил, как всплывает. Когда ты кидаешь, или когда что-то тонет, бросается в воду, то начинаются такие круги. волны. Вещь эта уходит под воду, и потом раз, и все закрывается, и не видно. И бывает разное. Если человек имел тяжелый вес такой, то его падение, оно приводит к большим волнам. Если маленький камушек, никто и не заметил, где этот брат, который там сидел в конце зала? крещение принимал два года. Где он? А никто даже и не увидел. А никто даже и не обратил внимания. Маленький камушек, ушел на дно и все, и никто не заметил. А большой, от него волны идут. Но есть и обратный процесс. Понимаете? И когда топор поднимался из воды, там тоже было. Но что мне еще здесь больше нравится? Елисей говорит человеку, который потерял топор, он говорит ему в 7 стихе, пойди возьми его себе. Не Елисей взял его и отдал, а тот, кто потерял, пойди и возьми его. И нужно было ему спуститься в воду и потрогать как это оно. И это очень интересно и удивительно, когда ты вдруг пытаешься утопить железный, тяжелый вот этот металл, а он всплывает как на Мертвом море. Знаете, мы были на Мертвом море в Израиле и там утонуть невозможно. То есть ты лег и вода тебя выталкивает, там плотность такая, что ты просто лежишь и тебя вода выталкивает, там не надо. Тонут обычно пожилые старики, когда вот перевернулись лицом в воду и обратно не могут. То есть не под воду уходят, а перевернуться не могут, сил нет. Но тем не менее мы видим с вами, Бог ему говорит через Елисея, пойди и возьми. И он взял, он почувствовал, как это металл не тонет. Божье чудо. И мы можем видеть эти Божьи чудеса в нашей жизни. Мы можем их видеть. Мы можем видеть, как Бог способен поднимать тех, кто утонул, тех, которые сорвался с этого топорища, тех, которые когда-то был в руке Божьей, тех, которых Бог когда-то употреблял, делал что-то, но они сорвались. у Бога есть сила и она скрывается в этой юродливой проповеди о кресте, непонятной этому миру, о кресте, о том, что Иисус отдал свою жизнь и он был распят на дереве. Это дает силу. Его любовь к людям была пригвождена к кресту. Любовь к людям. Он добровольно отдал себя на те страдания и мучения. Вместо нас в этом есть сила. Это то, что зажигает, это то, что поднимает. Поэтому апостол Павел, он знал про это. И он говорил, проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы Божьей. И он знал, где эта сила. Поэтому он говорил, мы проповедуем Христа распятого. Потому что он знал, что именно слово о кресте имеет силу Божью. Вот что нам нужно, вот что мы никогда не должны упускать. А теперь, что нужно делать, чтобы топор не слетал с топорища? Оля? Она знает, хорошо его надо забить. Как мужу твоему повезло, а? Сегодня мы думали утром с братьями, что нужно делать, чтобы топор не слетал с топорища. Вы знаете, мой дядя, моей мамы старший брат, он жил в Муромцеве, сейчас уже умер, но он старше моей мамы был. То есть он был не как дядя, а как дед. Если он 37-го года рождения, мама 51-го, то разница приличная. И она меня всегда на каникулы летние в детстве туда отправляла. И я там купаться, там, коровы, ну, деревня, как бы, на рыбалку с ним, там, за грибы и так далее. И вот, что я видел. У него стояло такое во дворе корыто с водой. И все топоры, кувалды, молотки, они все были там в этом корыте с водой. И я все время, у меня сразу первая реакция была такая, я вот помню, что он делает? Вода и железо начнет ржаветь, но же все испортит. Но мой дядька не был глупым человеком в этом плане. У него не один раз слетал топор с топорища. Простая вещь. Когда топорище ссыхается, это проходит со временем. Оно становится меньше. Дерево оно ссыхается, оно становится... А металлическое отверстие, которое надевается, оно всегда одного формата, формы, размера. А само топорище деревянное ссыхается, и поэтому спокойно так вылетело, залетело. И работать невозможно, даже я вам скажу, опасно, потому что ладно, у него улетело в воду. А если так рубит, что улетело топорище куда-нибудь и прибило кого-то, еще больше проблем. Но когда дерево опускаешь в воду, оно начинает, оно имеет такое свойство, оно начинает разбухать. И вот что делал мой дядька, дед. он одевал топор на топорище и опускал в воду. И держал там его некоторое время. И дерево начинало разбухать и так разбухать. Вы знаете, невозможно было вытащить. И если ручка топорище, она стиралась из-за того, что часто, то вытащить и поменять топорище, уже было проблемой. Нужно было там все выпиливать, чтобы новое вставить. Не нужны были никакие прикручивалки там. Понимаешь, Оля, да? Ну сейчас тебе уже топор не нужен. Секрет. Вода. Послушайте. Чтобы не попасть в мутную воду, нужно нет-нет погружаться в чистую воду. Почему люди так оказываются в такой ситуации? Потому что они пренебрегают Божьим Словом. Потому что они пренебрегают молитвой. Потому что они пренебрегают служением Богу. Когда мы находимся в Слове, когда мы находимся в молитве, когда мы находимся в служении, все это вместе, мы разбухаем. В хорошем смысле слова. Это не булочки есть на ночь, сестры. Не про это. Мы разбухаем. И тогда, где бы ты ни находился, где бы тебя Бог не употреблял, возле реки или еще где-то. Твой топор никогда не слетит с топорища. Никогда. И даже если сотрется рукоятка, так бывает, мы же стираемся, да? Вы чувствуете, как мы, как рукоятка стирается? Чувствуете, да? Бог поставит новую. Вы знаете, на небе у нас новое тело будет. На небе все новое. Новая жизнь. Бог поставит новое. А что нам нужно? В чистую воду. Погрузите себя, свою жизнь в чистую воду. Да благословит нас Господь. Встанем для молитвы, помолимся. Я также хочу спросить сегодня людей. Может быть, ты слушал сегодня эту проповедь, слушал это слово, и вдруг ты понял, что ты сейчас идешь на дно, ты слетел с топорища. Бог употреблял тебя или делал что-то, а ты слетел. Ты идешь в этой мутной воде, ты вообще не видишь, не понимаешь, что с тобой происходит, ты не видишь впереди цели, ты идешь так на дно. Может быть, уже давно ты лежишь на дне, может быть, онлайн смотришь, подглядываешь за нами, все-таки все равно душа, она же все равно стремится, когда ты еще вкусил, она стремится. Ты уже давно лежишь на дне. Сегодня почувствуй, сегодня Господь кидает в то место, в которое ты упал, он кидает вот этот кусочек дерева, кусочек креста, который способен поднять тебя. Библия говорит, у каждого, кто жив, есть надежда. Надежды нет у того, кто умер, на кладбище лежат, там уже не замочишь, там уже невозможно. Но если мы живы, есть надежда. И если ты чувствуешь себя вот этим топором, который на дне или опускаешься, мне есть такое желание помолиться за тебя. И пусть твой вот шаг, выход вперед, просто не надо ничего будет говорить, просто выйти вперед, я чувствую это, я выхожу, выйти вперед, это будет такая возможность, как будто ты всплываешь, начало всплытия. А может быть ты уже чувствуешь, что вот расхлябался топор, знаете, мы так иногда, ну, держится же вроде, но уже мы чувствуем вибрацию такое, как бы, ну, хлябает, знаете. Мы рубим, а сами уже рубим как? Уже не в полную силу, почему? Потому что мы боимся в полную силу. Я в полную начну рубить, оно слетит. Я уже так, ну, как бы рублю, но может быть, такое время для тебя, что тебя нужно вот опустить в воду, чтобы топорище вот это твое разбухло. Это тоже для тебя сегодня такое время что-то подправить, что-то исправить в своей жизни. Мы ждем вас здесь. Вы не смотрите на людей, вы идите к Иисусу. Жизнь – это такая вещь, которая, знаете, она, она, как взял на поддержание. Вот наша жизнь – это вот взял на поддержание. Вот я взял у Вадима, телефон поддержал чуть-чуть и отдал ему обратно. А вот она, наша жизнь. Мы думаем, что она в наших руках, она крепкая. На самом деле, она наданная нам, она на поддержание на короткое время. И вот мы про это не думаем. Дьявол обманывает нас. Мы пускаем ее на какие-то пустоты. Мы проживаем ее в свое удовольствие, не испытываем от этого удовольствия счастья, удовлетворения. Мы ничего не делаем для Бога. Он так много делает для нас, а мы ничего для Него не делаем. Не стыдно ли тебе? Не касается ли это твоего сердца, что Он так много сделал и делает для нас, а мы ничего для Него не делаем, ничего не сделали? Не стыдно ли нам? Если тебе не стыдно, тебе нечего здесь делать. Твоя вера пустая Если тебя эти слова не трогают Ты мертвый Сколько бы лет ты не ходил в собрание И что бы ты ни делал Он так много делает для нас Иногда Он просит всего лишь какую-то маленькую вещь Иногда даже просто услужить И мы отказываем Ему Мы чувствуем, мы понимаем Мы находим причину и отказываем О Господь, прости